Пятеро детей, две мамы и бабушка в семье Ольги Новиковой пополнение. Беженцы из Украины живут у нее уже неделя. Самому младшему несколько дней назад исполнился всего год. Вывезли по спеху. Ну, папа наш, дедушка, получается, вывез нас всю семью сюда. Тоже дома остались и мужья, и все-все-все. Они не родственники с хозяйкой дома, просто знакомые попросили приютить. Ольга Георгиевна не отказала. Можекубанцы, говорит, как на беду не откликнуться. В семьях Кущевского района сегодня живет 170 беженцев. Еще 500 человек, тех, кто ехал транзитом, район уже принял. Все необходимую помощь оказали, докладывает губернатор у глава Владимир Ханбеков. Александр Ткачев инспектирует пункт временного пребывания, развернутый на станичном стадионе. Беженцев пока нет, но к приему все готово. Детей же в штабе МЧС получают информацию и контролируют передвижение граждан Украины в регионе в режиме онлайн. Сейчас мы получили, что в движении находится у нас 33 человека, у нас 20 детей едет в Ейск. 36, 33 человека и 14 детей у нас едет в Калининской район. Вот они пути и докладываются, здесь получаем информацию. Детей там уже и встречаются. Да, да, точно. Врачи центральной районной больницы дежурят в организованном медицинском пункте. Это у нас медицинский пункт, здесь располагается на постоянной основе книгносуточный пост. Есть фельдшер на момент поступления усиления терапевтом двумя педиаторами, потому что ожидается, что больше будет деток. Несмотря на объявленное перемирие на юго-востоке Украины, желающих покинуть страну меньше не становится, докладывает Александр Ткачеву в мобильном оперативном штабе. Уже через несколько дней на Кубани ждут очередную группу беженцев. Их нужно обеспечить продуктами, вещами, а также дать жилье и трудоустроить. Александр Ткачев дает поручение главам министерств подготовить соответствующие предложения. Всего же в регионе, по официальным данным, сегодня 5 тысяч беженцев. Большинство людей, где мы встречались сегодня, они в стрессе, они нуждаются в психологической помощи. И особенно это, конечно, в основном женская часть населения, дети. Понятно, что еще есть сопереживания, то, что мужская часть осталась там. Ни денег, ни вещей. И, конечно, наша задача подставить плечо. Такая политическая задача стоит. У нас указывались и долг, и честь, ответственность, и совесть. И в этой части мы должны протянуть руку помощи. И особо хочу поблагодарить каждую семью, которые, в общем-то, разделили свой быт, свой дом с теми, кто пострадал. В результате военных действий. Сотку оперативных данных со всех районов края анализируют на Большом селекторном совещании. На связи главы всех территорий. Сегодня мы приняли еще дополнительно 61 человек. Они у нас сегодня размещаются в Ейском районе и в Каневском районе. Принцип размещения тот же, в частном секторе. Мы изучили заранее, вырежала специальная комиссия, посмотрели условия проживания. И сегодня автобусы находятся в пути. Сегодня эти два района принимают вот это количество беженцев. Сегодня ожидается прибытие 37 граждан Украины из Ростовской области, у которых в Краснодарском крае нет родственников или знакомых. Они движутся нашим автобусом, обеспеченным необходимым запасом продуктов воды. Мы готовы принять и обеспечить их всеми необходимыми условиями для жизни. Все социальные службы края готовы к приему беженцев отдельно. Губернатор интересуется, как решаются вопросы по предоставлению медицинской помощи гражданам Украины. Все наши ресурсы готовы к приему такому количеству граждан. Если поступит заявка для обследования этих жителей, то цена вопроса варьирует от 2,5 до 3 тысяч рублей. За что обычно должны платить? Так как они не россияне, у них нет полюса ОМС, то за все плановые обследования мы по платным услугам должны их проводить. Но учитывая такую ситуацию, то, конечно, экстренная помощь оказывается всем бесплатна. На Кубани уже приняли 10 родов у женщин, выехавших из зоны боевых действий. Вакцин для детских прививок также хватает в полном объеме. От 3 до 10% на сегодняшний день только привито население, именно детское население. А вот коль, мингагога инфекции, АКДС, конечно, для них это совершенно незнакомые вещи. Правоохранительные органы региона тоже переведены на усиленный режим несения службы. Большинство беженцев настроены трудоустроиться в ближайшее время. Службе занятости края заверяют, рабочих мест хватит всем. Но главное для граждан Украины сегодня определиться со своим правовым статусом. Я очень благодарен всем службам, краевым, федеральным. Идет полное взаимопонимание и правоохранительных органов, и контрольных органов. То есть есть полное взаимопонимание. Приемы размещения беженцев, личная ответственность глав, подчеркивает Ткачев. Организованные в районах оперативные штабы должны проконтролировать сбор гуманитарной помощи. Главное, чтобы она обязательно дошла до адресатов. Мы соседний регион, и конечно упор будет на Старополье, Краснодарский край, Ростовская область. 4-5 субъектов, которые возьмут на себя основную нагрузку по приему беженцев. Это наша работа, это сегодня становится нашей ответственностью. Мы должны быть милосердны, мы должны быть по-братски близкими. И сделать все возможное, чтобы их пребывание здесь было более-менее комфортным и таким братским. В гости к беженцам из Луганска Александр Ткачев приехал с подарками, с детскими игрушками. О них, когда бежали с войны, мамы думали в последнюю очередь. Приехали в 3 часа ночи, мамы встречаем, мы уже заезжаем, ворота открываем, принимаем. Думаю, боже, какие маленькие. А Лена говорит, мы тебя сепаратисты привозили. Бежат от сепаратистов, нас так обзывают. Буквально за городом, с чертой города бомбят. Там километров 4-5 от нас. Ну, это просто страшно. А что там этой пушке к нам дали делать? Как у нас всегда родители говорили, мы к этому относились всегда, в молодости, формально. Лишь бы не было войны. Помните, да? На старики, те, кто пережил войну, всегда был первым. Лишь бы не было войны. А вот теперь понимаешь, да, что все война и все, ничего нет. Мерное небо над головой и здоровье. Больше ничего не надо. Они не загадывают о том, что будет дальше. С волнением ждут окончания перемирия. После 28 июня будет ясно, вернется ли большая семья Карпенко в Луганск. Или, напротив, мужья приедут в Россию. Яна Москаленко, Евгений Вольский, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Кущевский район.